А нам с вами пришла пора переходить к нашей сегодняшней теме. И, коллеги, приходя к нашей сегодняшней теме, давайте посмотрим, какие вопросы мы с вами разберем. У нас всего три вопроса будет. Вопрос патриотического воспитания ресурсов мы будем рассматривать на тех ресурсах, которые разработаны компанией Директ Медиа. Это историко-патриотическая библиотека и историко-патриотическая библиотека Министериана. Про нее как раз сегодня пойдет речь. И три вопроса, которые у нас будут рассмотрены по ходу вебинара. Что это такое, где находится, как найти, из чего состоит, какая там есть особенность. Второй момент. Это небольшая такая экскурсия по фондам Министерианы. И в основном, основной упор я сделала на методическую литературу, потому что, ну, это, наверное, самый основной вопрос, который встает, когда возникает необходимость разработки различных мероприятий или комплексы мероприятий по гражданско-патриотическому, патриотическому воспитанию. Как это сделать и где взять материалы дополнительные. Вот эти две части мы сегодня рассмотрим. И поэтому про методическую литературу я немножко остановлюсь. На этом, ну, там есть одна тоже особенность, про это тоже вам расскажу. И третья небольшая часть – это как получить доступ, что сделать для того, чтобы пользоваться этими ресурсами в полном объеме. Мария, рассчитывать по времени на час, час-час десять. Например, плюс-минус где-то так. В районе тринадцати, скажем так. Постараемся пройти быстро, тема не очень большая, но можем и немножко ее задержаться. И вот такие три вопроса у нас с вами будут стоять. Ну, поэтому вперед сразу к первой части. Про историко-патриотическое библиотеку Нестриана. Почему именно эта тема стала актуальной? Недавно сформирован этот фонд, недавно существует эта библиотека, ну, как недавно, с начала года, наверное, ведется работа в этом направлении. И почему именно эта тема стала одним из проектов Директ-Медиа? Ну, наверное, потому что каждый раз, когда страна оказывается в опасности, возникает такой большой интерес и большое внимание к теме патриотизма. Ну, это понятно, требуется сила, энергия, мобилизация всех усилий, усилий всех граждан для сохранения и страны, и государственности, и жизни каждого из нас. И это непростой процесс. Да, коллеги, сразу скажу, вступительное слово будет небольшое, поэтому не расстраивайтесь, теория будет минимум, но без нее немножко не обойтись. И, конечно же, этот процесс сопровождается не только мобилизацией всех сил и возможностей, но и естественным человеческим страхом, и это понятно. И тогда включаются защитные механизмы, как во время стресса, и мы переживаем те же самые негативные эмоции и переживания. И с этим тоже нужно уметь справляться. И человек либо мобилизуется в этой стрессовой ситуации, удваивает свои силы для борьбы и хотя бы нормальной жизни, либо срабатывает механизм избегания. И это может приводить к разным негативным последствиям, в которые, что греха таить, мы все иногда сваливаемся в той или иной степени. Это могут быть и поиски врагов, предателей, заговоров, где надо и где не надо. Это может быть... Очень часто это выражается в излишней эмоциональности. Мы очень эмоционально переживаем те события, которые происходят, и это нормальная человеческая реакция. Но иногда она может превышать какие-то пределы границы. Отсутствие критического анализа. И все это может приводить к негативным последствиям, таким как лжепатриотизм, или уропатриотизм, или вообще к реальному предательству своей страны, либо физическому, либо моральному. Вроде бы остался здесь, но и сеять панику, распространять слухи, это тоже не способствует сохранению и своей страны, и своей собственной жизни, нормального функционирования. Здесь очень много таких моментов, очень сложных, очень серьезных. И, конечно же, это переживаем не только мы, но и наши дети, наши учащиеся, подростки, молодежь. И, конечно же, поэтому вот эта вот тема патриотического воспитания, просвещения, историко-патриотическая тематика, она выходит на первый план. И, соответственно, важная задача, она состоит из двух частей. Это историческое просвещение и патриотическое воспитание. Но так как все, с теорией практически закончили, поэтому переходим к практике. Так как директ-медиа – это издательство и электронно-библиотечная система, то, естественно, наш путь в этом направлении, просвещение и воспитание патриотического, исторического и формирование личности – это путь книги. Ну, один из главных путей к патриотическому воспитанию. Вот как раз про книги мы сегодня и поговорим. Вот это было основной идеей, таким толчком, почему я об этом рассказываю, к появлению вот этой библиотеки. Ее еще называют коллекцией, но это нечто большее, чем коллекция. Это библиотека в библиотеке. Вот такая вот тематика у нас поэтому и появилась. И для формирования человека, если уж мы говорим о формировании личности, для формирования человека в этом мире, есть четыре основных таких базисных элемента, которые можно реализовать через литературу, через искусство, через книгу, как главный аккумулятор такого опыта, передача опыта на уровне семьи, на уровне нации, языка, воспитания. Ну, на слайде я эти четыре элемента постаралась отразить, они у вас будут, поэтому презентацию забирайте, можно посмотреть. И если мы хотим что-то знать о прошлом, если мы хотим пользоваться проверенной информацией, знаниями, то, конечно же, мы будем нуждаться в книге. И знать, получать информацию можно из нее, это не только развлечение и удовольствие, но и вы прекрасно знаете, что это еще и труд. Концентрация, анализ, работа с текстом, это очень серьезное дело. И тогда книга сама сможет вести разговор с ребенком, сама может вести разговор с читателем, выполняя не только роль какого-то информатора, преподавателя, лектора, ну и нести вот эту воспитательную функцию. И, конечно, сейчас много различных других форм, это и, помимо книг, это и игры, и видео, и кино, и мультфильмы, и все на свете. Но один из моментов очень важных – это отбор, да, отбор той литературы или той информации, которой мы будем пользоваться. И, конечно же, вот фонд библиотеки Нестриан, он построен как раз на этих четырех основаниях, он практически все их закрывает. Он сформирован таким образом, чтобы закрыть все вот эти четыре основные момента, основные базисы для патриотического воспитания. И, конечно же, осуществляется отбор литературы, привлекаются специалисты, привлекаются эксперты, ну, на добровольной основе, но, тем не менее, отбор литературы происходит. Не все, абы что и более-менее подходящее, оно в эту библиотеку включается, потому что вопрос действительно очень серьезный. А что касается мультфильмов, ну, недавно мне попался такой мультфильм, вроде бы по исторической тематике, очень коротенький, про историю про Александра Васильевича Суворова. Может быть, кто-то видел, может быть, кто-то нет, но, вы знаете, это такой ужас, которого я до сих пор забыть не могу. Представьте себе, как подается рассказ о переходе Суворова через Альпу. Это, да, это подвиг, да, это героический поступок и Суворова, и солдат. Но как это было подано в этом мультфильме, это просто какой-то кошмар и ужас. Представьте себе Суворова, причем почему-то он выглядел как... Помните мультфильм про Щелкунчика? Вот примерно вот так, и вот представьте себе, Суворов спускается с Альп на скейтборде, такой прикольный, как говорят, человек, да, в прике по моде 18... тогдашней моде, но в современном пуховике, сноубордские штаны, наушники, все как положено, и армия. Его армия – это такая же молодежная тусовка рядом, кто на лыжах, кто на санках-ватрушках, кто на сноубордах. Ну, вот такое представление о подвиге русских солдат, вот что можно почерпнуть из этого мультфильма, да. А тем не менее, деньги на него были затрачены, кто-то же его создавал, делал. Вот зачем это было сделано, почему именно вот так, я не понимаю, насколько это относится к теме. А идет как... продвигается как мультфильм, вот по патриотической тематике. Ну, то есть, конечно же, вот такие вещи хорошо бы не допускать ни в каких формах, ни видео, ни мультфильмы, ни книги. Поэтому здесь требуется такой тщательный отбор литературы, которая будет использоваться в работе. Что и делалось, и делается при отборе тех или иных источников для библиотеки. И вот идея, которую мы видели на предыдущем слайде, четыре вот этих базисных элемента. Да, Ирина Иванова, важно, сколько детей вы просмотрели. Вот не знаю, честно скажу. Может быть, и просмотрели, но на меня, как на взрослого человека, знакомого все-таки и с нашей историей, и с литературой, и с историей Суворова, и на старых фильмах воспитанного. Честно говоря, это был просто шок, культурный шок. Поэтому вот, видимо, сколько-то просмотрела. Вот это ужас. Любовь, я посмотрю. Это знаете где? Не знаю, есть ли он на Ютьюбе. Мне он попался в канал МТС. Вот там есть сборники фильмов, мультфильмов. И вот как развивающие мультфильмы, там идут для детей, они позиционируются. Вот там этот мультфильм есть. Но я думаю, что не только там, он где-то еще существует. Я посмотрю, кто автор этого произведения, и постараюсь найти тогда в нашей группе. Я вам дам в конце ссылку на нашу группу «Библиография для небиблиографов». Там я и в комментарии к анонсу в группе «Директ Академия» я вам тогда данные напишу, коллеги. Себе помечу, мультфильм. Посмотрю, может быть, даже какой-то скрин получится сделать. Да, конечно. Конечно, Ирина. Прошу прощения, коллеги, здесь без отчеств пишется в чате, поэтому я просто по именам, хорошо. Ирина, конечно, лучше книги ничего нет. Именно поэтому и с весны где-то очень большое внимание уделяется в компании «Директ Медиа» созданию как раз этого раздела историческо-патриотической библиотеки. Изначально рабочий вариант этой библиотеки был родиноведение. Был такой предмет в дореволюционной России, но потом вот все-таки другое название вышло в заголовок. «Нестериана», то есть такая летопись страны, которая охватывает, наверное, все аспекты нашей жизни. И культурные, и исторические, и воспитательные, и патриотические, и военные, и все-все-все-все. Ну вот такая получается как бы большая летопись, начиная от древности до сегодняшних дней. И, собственно, это больше отражало смысл и суть этой библиотеки. Ну, родиноведение мне тоже, как название, честно скажу, нравится. И содержание библиотеки патриотического воспитания это не только же рассказ о подвигах, победах, патриотах, славе. Это еще не весь патриотизм. Есть много других аспектов. Это и понятие, это само по себе, оно достаточно многообразное. И знать культуру и традиции собственного народа, тех народов, с которыми мы живем рядом, бок о бок, например, для регионов или для каких-то областей, это очень актуально. Как можно любить то, чего ты не знаешь и не понимаешь? Значит, это нужно знать, это нужно понимать, и тогда приходит вот то ощущение любви к родине. И аналогичные проекты, направленные на патриотическое воспитание, ставящие целью просвещения и воспитания, они есть, естественно, есть. У каждого есть свои плюсы, есть минусы. Но вот самые крупные такие проекты это президентская библиотека. В основном это историко-документальная библиотека. Там много материалов, много книг, но мало по воспитательной части. И российское историческое общество, там наоборот, много мероприятий, много проводится каких-то действий, но литература, материалов поменьше. И вот из этого постарались объединить вот эти две цели, воспитание и просвещение. И это стало основой такой для формирования фонда библиотеки, сделать патриотическое воспитание доступным с помощью книг и книги разные. Книги для изучения, для внеклассного чтения, для самостоятельной работы или выполнения каких-то проектов, для занятий по истории и для проведения дополнительных мероприятий. И Нестриана является такой библиотекой в библиотеке, можно сказать, составной частью двух проектов. Проект «Библиошкола» и проект «Университетская библиотека онлайн». В библиошколе – это в основном библиотека для средней школы, для СПО, для начальной и дошкольного воспитания. В основном основная целевая аудитория – это преподаватели, администрация, учебных заведений, родители. Ну и есть литература, направленная на детей, ориентированная с учетом возрастных особенностей, на дошкольников, на младших, средних и старших школьников. Ну, такие вот основные части состоят. «Университетская библиотека онлайн» – это, скорее, вузовская библиотека, ориентированная на СПО и вузы. И «Нестриана» – это тысячи изданий, это огромная, огромнейшая коллекция, которая, ну, вот основные моменты я вам тоже на слайде перечислила, которая вот и направлена на воспитание любви, даже не воспитание, а привитие, наверное, любви к родине. И два, две точки доступа в патриотическую библиотеку – либо проект «Библиошкола», либо «Университетская библиотека онлайн». И оттуда, и оттуда вы можете попасть в историко-патриотическую библиотеку. Ну и еще раз отмечу, есть экспертный отбор книг, не все входит, отбираются лучшие произведения. И это сказывается на составе фонда библиотеки в зависимости от того, через какой ресурс мы к ней получаем доступ. Вот особенность этой, ну, буду говорить, иногда библиотека, иногда коллекция, поэтому не пугайтесь. Особенность этой библиотеки – это ее синхронность. То есть есть одно ядро, историко-патриотическая библиотека, но в зависимости от того, заходим ли мы в нее через библиошколу или заходим мы в нее через университетскую библиотеку онлайн, мы попадаем в несколько разные сегменты. Вот университетская библиотека онлайн, там полный фонд. А для библиошколы все-таки делается отбор с учетом возрастных особенностей, с учетом, естественно, рекомендованных списков Минпросвещения. И не вся литература отражается именно при входе в Нестериану через библиошколу. Она ориентирована в основном на дошкольное воспитание, школьное воспитание, так немножко упрощу, ну и немножечко СПО. Все-таки больше учебной, научной литературы, документальных источников, литературы какого-то дискуссионного и, может быть, неоднозначного характера, потому что мы все-таки библиотека, мы собираем разные точки зрения. Это все доступно через университетскую библиотеку онлайн. Там посерьезнее, там как раз ориентир больше на исследование, на анализ текстов, на работу с текстами для магистров, аспирантов, выпускников вузов, студентов вузов. Вот больше такой направленности. И часть старых источников, там есть очень много по краеведению, например, источники XIX века, путешествия по губерниям России. Очень интересные, кстати, книги есть, но они доступны, все-таки они более серьезные и более глубокие, содержат мысли и анализы, есть такие спорные моменты. Вот они как раз доступны через университетскую библиотеку онлайн. Поэтому это нужно иметь в виду. А библиошкола – это ориентир как раз на более младший возраст. Поэтому фонд, он один, но разная выборка в зависимости от того, через какой ресурс мы будем заходить. Поэтому дальше по слайдам, когда про методическую литературу я вам расскажу, там будет сразу две ссылки на слайде «Университетская библиотека онлайн» и «Библиошкола». Это значит, что и там, и там она присутствует, и там, и там вы ее можете найти и зайти либо через один, либо через другой вход, через один или другой проект. Вот. Вот такая особенность здесь присутствует. Ну и как найти мистериану, как получить к ней доступ, рассмотрим на… начнем с «Библиошколы». Проект «Библиошколы». Заходим на главную страницу. Здесь выбираем раздел в верхней панели меню книги. И у нас открывается вот такая главная страница раздела книги. Можно делать выборку по тематике, по классам, по предметам. Делаем выборку по тематике. Смотрим, чтобы у нас вот этот раздел был беленький. Значит, он активен. И слева в меню находим «Мистериана». Переходим. И все, мы уже находимся внутри библиотеки. Ну вот, посмотрите, здесь почти 2000 изданий. Сейчас уже идет наполнение, еще пополнение. Поэтому там цифры могут уже измениться. Авторов вот последний раз я смотрел 983, хотя пару дней назад было 980. То есть три автора еще добавились. Всего произведения около 2000. Авторов около тысячи. И два больших раздела по структуре можно выделить. Это есть раздел «Все издания раздела». И есть специальный раздел «Коллекция». То есть почему я говорю, что это библиотека в библиотеке? Потому что помимо отдельных изданий, тут еще есть переход к коллекциям. А каждая коллекция содержит еще целый ряд изданий. То есть вот такая вот структура. Поэтому здесь изданий может быть на самом деле произведений больше. И слева в меню, вот так она у нас будет выглядеть. Патриотическая библиотека сейчас может называться. Название там меняется. Может у вас, когда откроете, будет называться просто «Нестериана». И разделы, которые входят в эту библиотеку, по которым книги и собираются. И сейчас покажу чуть покрупнее. Слева от названия каждого раздела есть такие серенькие галочки. Если по ним кликните, вот как здесь, у вас откроются подразделы этой библиотеки. То есть вот это тоже не забывайте делать. Если мы откроем просто патриотическую библиотеку, как у нас на слайде, у нас откроется вообще все. Все коллекции, которые включены из всех разделов, все издания раздела, то есть вот этой патриотической библиотеки. И здесь не всегда удобно делать выборку. Ну и, кстати, вы можете для себя настроить отображение, как удобно вам. Вы можете, вот как здесь у нас сделано, отображать обложки, название автора, год. А дальше вы просто кликом открываете книжную карточку и видите уже более подробную информацию. Потом я вам покажу, как она выглядит по данному произведению. Можно открыть коллекции, но вот все, что есть во всех разделах библиотеки, оно здесь отражается. Да, и переход, чтобы прокрутить, посмотреть здесь коллекции достаточно много. Они все сюда не влезают. Здесь вот есть вот такие вот черточки, да, переход по странице вместо кружочков. Кликайте, и у вас открывается следующая порция коллекции. Вот, и поэтому, конечно, удобнее по определенной тематике, когда мы ищем литературу, пользоваться разделами, а не общим, да, разделом библиотеки. И вот так вот это будет немножко покрупнее. Вам на слайд здесь вывожу. Вот они, серые галочки. Видите, вот можно открыть, и тогда у нас открывается подразделы, и мы видим, что входит в содержание, в состав того или иного раздела библиотеки. Ну, соответственно, поиск гораздо проще и легче делать. И вот они, наши коллекции в самом начале. Если они есть, в каждом подразделе, а также структура будет та же самая. Сначала, если есть коллекции, идут коллекции, а потом все издания раздела. Коллекция, опять же, здесь дается ссылка на те коллекции, которые включают литературу по данному разделу или подразделу. То есть там тоже делается выборка. Открыться может не все, не вся коллекция, а только то, что соответствует возрасту и направленности данного проекта. И, конечно, коллекция в библиошколе может немножко отличаться от коллекции в университетской библиотеке онлайн. Ну, вот такая... Где-то целиком и полностью, а где-то вот может быть такая выборка. Поэтому это тоже имейте в виду. И обратите внимание, здесь есть два раздела, которые могут быть вам полезны. Во-первых, сама Нестриана. Вот уже название поменялось. Историко-патриотическая библиотека или Нестриана. И второй раздел в самом конце называется тематические коллекции. Это еще дополнительная информация. Если здесь нам чего-то не хватает, мы можем перейти в тематические коллекции. Я вам там покажу тоже, какие есть. И подробнее о них в другом вебинаре будем говорить. Но там тоже есть интересные разделы, которые могут быть полезны при подготовке историко-патриотических или гражданско-патриотических мероприятий, занятий не только в плане методической литературы, но и в плане литературы источников. Вот эти два раздела себе берите на заметку. Два больших раздела, которые могут понадобиться. Сначала здесь, потом переходим в тематические коллекции. Доступ к Нестриане через университетскую библиотеку онлайн. Здесь я вам сразу даю ссылку на страницу самой Нестрианы. Там она называется «Историко-патриотическая библиотека». Пока еще название не поменялось. И вот посмотрите, здесь уже, видите, коллекция гораздо более полная. Почти 7 тысяч изданий и 4 тысячи авторов. Почти 4,5 тысячи авторов приближается. То есть здесь уже, конечно, литературы больше. Как ее найти с главной страницы университетской библиотеки онлайн? Переходите на главную, заходите на главную страницу университетская библиотека. Выбираете в верхней панели меню раздел «Сервисы» и «Книжные коллекции». Она сейчас идет вторая по списку в разделе «Контента», «Книжные коллекции». И попадаете на страницу университетской историко-патриотической библиотеки. Второй вариант, где там искать в книжных коллекциях. Вот у вас открываются книжные коллекции. И листаем-листаем вниз. Вот как раз те тематические коллекции, о которых я говорила, для библиошколы, как раз они у вас тоже в таком же виде будут открываться. Тоже такие же плашечки цветные. Каждая плашечка – это отдельный раздел, отдельная коллекция большая, которая в себя включает еще ряд коллекций. То есть здесь богатейший, если зайдете, посмотрите по тематическим коллекциям, хотя бы на эту страницу, это богатейший, просто потрясающий материал. И вот в самом, пролистываем вниз страницу, и в самом низу вот она историческая патриотическая библиотека отдельным таким блоком находится. Если посмотреть по составу разделов, они те же самые, что для библиошколы. То есть постарались сделать так, чтобы и там, и там было одинаково. Единственное, что в разделах количество подразделов может быть больше. Они могут добавляться еще, в некоторых разделах добавляются еще дополнительные, но понятно, что здесь и литературы гораздо больше. Ну и последние два раздела, они немножко поменялись местами с библиошколой, но по наполнению, по сути, оно тот же самый каталог. Вот я их вам тоже сюда выписала, чуть покрупнее сделала. То есть что в университетской библиотеке онлайн, что в библиошколе эти разделы, они будут одинаковые, ну чтобы вам удобнее было с ними знакомиться. И вот, как видите, они охватывают не только вопросы военной тематики, военно-патриотической тематики, история, вопросы гражданского воспитания, краеведения, культура. Народ России выделено в отдельный раздел. Традиции, обычаи, особенности, все это вот можно найти здесь, эконографические какие-то вещи. Россия в лицах – это известные ученые, деятели различных областей, персоналии, да, здесь можно найти литературу их и о них. И спортивные достижения, ну тут же вот выделен такой небольшой раздел. Ну вот такие вот основные, основной состав библиотеки. И по разделам. Ну и немножечко про знакомство с библиотекой, немножечко про контент. Как получить доступ к этим разделам, к этому богатству, это я вам покажу в самом конце, как это можно сделать, как можно подписаться. Сразу скажу, вот то, что я вам сейчас показываю на слайдах, коллеги, это то, что доступно вам, даже если вы не являетесь подписчиками ни библиошколы, ни университетской библиотеки онлайн. То есть вот просто не клиенты, не подписчики, просто интересующиеся люди. Вот точно так же можно зайти без регистрации, можно увидеть. Единственное, что нельзя сделать, нельзя... Вам будет недоступен постраничный просмотр. То есть внутрь книги мы зайти не сможем, но вы сможете увидеть библиографическое описание, аннотацию, краткое содержание источника и какие-то дополнительные данные, информацию. Это я вам тоже покажу, что вы сможете увидеть, не являясь подписчиком библиотеки. При оформлении подписки вам будет доступен полнотекстовый доступ. Вы сможете читать онлайн, вы сможете с этой книгой работать и использовать ее в полном объеме, в полном масштабе. Как это сделать, я вам тоже в конце покажу. Ну и немножко знакомства с библиотекой, то, что я вам обещала, в основном пройдемся по методической литературе. Так как это наиболее, наверное, часто возникающий вопрос, на вебинарах спрашивают, а какая есть методическая литература, а что есть в помощь, когда мы организуем те или иные мероприятия по тем или иным тематикам. Вот поэтому я решила остановиться не на источниках, а на методической составляющей. Тем более, что здесь есть тоже такая особенность в библиотеке. Сейчас вам покажу. Вот, вот. По методической литературе, по патриотическому гражданскому воспитанию, она, видите, здесь у нас внестариане нет такого раздела. То есть она включена в основном сами подразделы, поэтому выбирать ее не очень удобно. Либо есть еще вот такой раздел вне патриотической библиотеки, называется методическая литература. Там они тоже отражаются, но она идет вся целиком по классам, по предметам. Но нет отдельно выделенного пока еще раздела. Работа идет, естественно. Но пока не выделено в отдельный раздел методической литературы по гражданскому патриотическому воспитанию. Поэтому я постаралась вам собрать из разных разделов, подразделов, ну, хотя бы не все, конечно, все охватить невозможно, но хотя бы по разным возрастам, от самых маленьких до самых больших, некоторые вот эти пособия, которые могут вам пригодиться для работы при разработке плана мероприятий, при разработке каких-то тематических, календарных планов. И кратко просто остановлюсь на некоторых из этих источников, чтобы вы могли сразу их посмотреть, найти и воспользоваться для работы. В методической литературе в помощь педагогу здесь собирается методическая литература, учебные пособия, рабочие программы, материалы для внеурочной деятельности и другие пособия в помощь учителю-педагогу для организации работы по патриотическому воспитанию. И можно, где в основном она собирается, вот я вам просто в чат сейчас эти подразделы, кстати, дам, где в основном можно найти эту методическую литературу. Это гражданское воспитание, патриотическое воспитание, социология молодежи, краевидение. Разные аспекты, разные темы они затрагивают. Ну, вот то, что касается непосредственно патриотического воспитания, я вам сейчас эти пособия некоторые просто и рабочие программы покажу. Ну и не забывайте, что вот эти вот ссылочки, это ссылки активные, вот они, то, о чем я вам говорила. Пособия, о котором идет речь, можно найти и в университетской библиотеке онлайн, и в библиошколе, и чтобы вам не тратить много времени на его поиск, я вам сразу ссылочки даю сюда, вы сразу, они активны, и с презентацией вы сможете в них переходить. Ирина Усатова, вижу вопрос. Ресурсы все платные, есть что-то бесплатное? Вот, про бесплатное, бесплатное я вам покажу, что чем можно воспользоваться абсолютно бесплатно, и про платность тоже вам расскажу, чего, сколько, как, где, где возможно. Вот два захода. Эту книгу можно найти из двух разделов. Первый, для самых маленьких. Воспитательная система «Маленькие россияне», методическое пособие. Это система воспитательной работы, разработанная педагогическим коллективом детского сада. Одного из поселков Воронежская область, по-моему. Они там были победителями, номинантами, дипломантами всероссийских конкурсов. И это система, которая дает комплексные решения проблем воспитания и формирования всесторонней развитой личности. Поэтому нравственно-патриотическое воспитание – это один из разделов в этом пособии. Что в нем есть интересного? Содержится планирование, он содержит такое перспективное и планирование работы в ДОО, патриотическое воспитание, художественно-эстетическое, экологическое, физическое. Основные разделы, по-моему, есть еще что-то. Есть мини-программы по различным направлениям, в том числе и по нравственно-патриотическому, и материалы по организации развивающей среды в детском саду, как организовать эту развивающую среду. И есть еще материалы по работе с родителями, потому что не только с детьми, патриотизм – это не физика и не химия, невозможно научить, это нужно прививать. Работы не только с детьми, но и с родителями в том числе. Особенно с родителями детей самого младшего возраста. Преимущество этого пособия дается описание конкретного практического опыта, содержится примерное планирование работы. Вот я вам даже сделала такой скриншотик, таблички чуть-чуть, чтобы иметь представление. Вот в табличной форме задачи, формы работы, методы приема. То есть это все уже прописано. Осталось только под себя немножко заточить, потому что понятно, что они ориентируются на свой регион, нам придется, возможно, что-то поменять в этом плане. Есть, помимо табличек расписанных, и, как видите, примерное планирование идет по возрастным группам, там 4-5, 5-6, там 6-7 лет. Есть сценарии занятий, они тоже расписаны подробно, ну, как и положено, цели задачи, описание хода, результаты и так далее, материалы, оборудование. И во многих разделах вот такое планирование по возрастным группам как раз приведено. Поэтому перейти на заметку. И, коллеги, да, сразу хочу сказать, библиографическое описание источника я вам сюда даю. Единственное, что я не пишу вот сюда, электронный адрес URL, да, немножко отступая от правил библиографического описания по одной простой причине. Здесь два захода, поэтому URL будет отличаться. Заходите вы через университетскую библиотеку онлайн, либо через библиошколу. Поэтому здесь пришлось бы два раза писать одно и то же, но с разным URL. Но чтобы этого не делать, просто вот сюда не забывайте потом URL дописывать, когда будете брать библиографическое описание. Все остальное соответствует. Вот такой вот маленький нюанс. Это для самых маленьких. Еще одно пособие, которое я вам хотела бы показать. Зацепено Дни воинской славы. В пособии представлена методика работы по патриотическому воспитанию для дошкольников через организацию проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. И содержатся различные сценарии. У много сценариев, вот вы видите, по содержанию даже можно увидеть, много разных вариантов праздников, развлечений. Есть интегрированные блоки, есть конспекты занятий, есть литературный материал, сказки, былины, стихотворения, пословицы, поговорки. И есть еще очень интересный момент в конце. Программа семинара практикума, направленного на работу уже со взрослыми, с родителями, с воспитателями. То есть как к этому методическому пособию, как им пользоваться, как организовать эту работу. Вот еще есть провести обучающие мероприятия уже для взрослых. Вот есть такая программа семинара практикума. Это практически готовый учебно-тематический план. Поэтому для внутреннего обучения, проведения каких-то курсов, можно им тоже воспользоваться. Ориентировано пособие на работу с детьми 5-7 лет, с воспитателями детских садов. Основная целевая аудитория – это воспитатели детских садов, музыкальные руководители. Там есть много таких музыкальных мероприятий. Родителям тоже может быть полезно. Что еще интересного есть в этом пособии? Приводится список дат, установленных в Российской Федерации, как Дни воинской славы России. Не только 23 февраля и 9 мая. Там есть еще целый перечень. Вот он прям приведен таким списочком. Рассматривается подготовка и проведение мероприятий в рамках проектного метода. Кто занимается проектами или интересуется этой темой, посмотрите, это пособие. Они как раз рассматривают с точки зрения проектного метода. Приводятся этапы проектной деятельности с подробным описанием работы педагогов, детей на каждом этапе. То есть рассматривается каждый проект, каждый этап и там достаточно подробное описание. И в качестве разбора такого применения проектного метода, этапов и образца рассматривается подготовка к Дню защитника Отечества в течение четырех недель и понедельный план работ прям расписан. То есть у вас уже есть готовый шаблон, у вас есть готовые образцы. И вот пример, опять же, это на практическом опыте, это не теоретические положения, это тоже может быть интересно. Ну и вот этот тематический план семинара практикума для родителей и воспитателей, он, по-моему, там на 26 часов тоже так прилично. Расписан тоже очень подробно. Ну и дополнительно есть список рекомендуемой литературы и, конечно, дополнительные приложения, это материалы для подготовки, список литературы методического характера. Вот такое тоже полезное достаточно пособие. Еще одна книга «Расскажем детям о победе». Это методические рекомендации, методическое пособие выходит в серии в ГОСДО даты семейного календаря, то есть ориентированно на дошкольное образование. Ну и в начальной школе тоже может быть полезно. Посмотрите, в принципе, там 5-7 лет, по-моему, ориентир. Ну вот для первоклассников это тоже может подойти. Серия в ГОСДО даты семейного календаря, то есть здесь ориентир, как и во всех остальных методических пособиях, ориентир на в ГОСДО. В книге представлены методические рекомендации для педагогов по патриотическому воспитанию и на примере подготовки проведения праздников ко Дню Победы и Дню Защитника Отечества. Что еще интересного есть в этом пособии? Представлены семейные проекты, связанные с военной историей страны, то есть позволяют вовлечь в работу, в деятельность вот эту воспитательно-просветительскую не только детей, но и родителей, то есть выполняемой семьей. И в сборнике обобщен практический опыт педагогической работы с детьми и сотрудничества с родителями. Опыт в вопросах знакомства дошкольников с историей военного прошлого, своей семьи, региона, страны, города, поселка и так далее. И, в частности, здесь, что еще из интересного в этом пособии, рассматривается, что стоит включить в план воспитательно-образовательной работы. Есть приведено примерное содержание буклета для родителей и дошкольников, как работать, как что делать и по проектной деятельности вот этой совместной семейной для самостоятельной работы и вообще такое просвещение родителей, в том числе, в вопросах патриотического воспитания. Очень в приложениях приведены прям сами сценарии тематических занятий и праздников, описание опыта воспитателей ДУ, как они знакомят дошкольников с военной историей своего города, приведены примеры инициативы родителей и даны вот эти описания семейных проектов. То есть вот две такие большие части – это методическая рекомендация и вот в части приложений. И сразу, так немножко от методической литературы, если отойдя, но приложение к предыдущему пособию не могла удержаться из раздела про Великую Отечественную войну. Вот нашла такой сборник «Наша победа. Рассказы, стихи, воспоминания, письма, документы. Возраст 6+, то есть да, и подходит туда, и для начальной, ну он по целевому назначению идет как для младшей школы, для начальной школы. Ну вот можно использовать к предыдущему пособию в качестве такого источника для творчества, для дополнительных сценариев. Сборник Печорской, автор-составитель. В книгу вошли рассказы, стихи о воспоминаниях о героях Великой Отечественной войны, о взрослых детях, воспоминания и генералов, и маршалов, простых солдат, отрывки из писем с фронта. Очень короткие, небольшие рассказы и вот очень красиво просто оформлено это пособие, вернее вот этот сборник. Все исторические вставочки, они выделены вот так вот, таким вот как на обожженном листе, они небольшие, но они идут по всему тексту, очень много иллюстративного материала и как пособие, именно вот как источник для разработки каких-то мероприятий, проведения занятий, проектов, квестов, его можно использовать. Совершенно небольшие истории, совершенно небольшие рассказы, то есть вполне доступные для возраста 5-7 лет, скорее 6-7 лет. 5, может быть, придется немножко подсокращать, но опять же, как основа для работы это тоже может быть использовано. Ну вот тоже вам два доступа к этой книге вам даю. Вместе с предыдущей это может быть как дополнительный материал. Это не методический, это уже такой скорее источник. Еще одна методичка. Знакомим детей с малой родиной. Пособие содержит практикоориентированный материал по приобщению старших дошкольников к изучению своей малой родины на основе, опять же, организации проектной деятельности всеми участниками процесса образования. Здесь использован тематический принцип подачи информации об окружающем мире, об окружающей среде в форме разнообразных проектов. И каждая тема содержит конкретный материал по истории, культуре, природе, города, края, страны. Принцип интеграции образовательных областей на основе вот такой партнерской, наверное, исследовательской и познавательной деятельности взрослых и детей тоже учитывается. Вот то, что мы говорили, да, совместная работа детей и взрослых родителей обязательно. И это пособие позволит организовать совместную деятельность, самостоятельную деятельность детей, используя краеведческие сведения о своем районе, округе, регионе на примере проводимых мероприятий. Ну вот немножко кусочек из этой книги я вам сюда привожу. Вот схема здесь представлена, как организуется образовательное пространство в процессе этой деятельности. И содержание это только маленький кусочек из того, что есть в этом пособии. Там еще больше. Все-таки 128 страниц, они сюда просто все на слайд не влезли. Поэтому посмотрите, здесь тоже очень такой разноплановый подход к разным проектам. И в качестве методического пособия может быть очень полезным. Еще один источник, «Народные праздники в детском саду». Это пособие скорее ориентировано на сохранение изучения, знакомства и сохранение национальных традиций. Здесь отражены связи между церковно-православной, крестьянской, календарно-обрядовой, современной культурами. Посмотрите, действительно очень много интересного можно взять. Что есть в этом пособии? Сценарии календарно-обрядовых праздников, ориентир на детей 5-7 лет, есть перечень календарных праздников, народные месяцы слов, народные игры и очень много дополнительной другой информации. Для кого? Для педагогов дошкольных учреждений, для центров детского досуга, школ, для родителей тоже может быть полезно. Для всех, кто интересуется или кому важны проблемы возрождения вот такого традиционного досуга, знакомства с традициями, обрядами и праздниками. И вот здесь, кстати, для музыкальных руководителей тоже может быть полезно, потому что здесь рассматривается и этот компонент тоже. это средства с фольклорными какими-то, изучение фольклора как средства музыкально-эстетического воспитания. Естественно, невозможно без сочетания звука, слова, движения и все это тоже здесь в этом пособии присутствует. Ну, такой вот пример я вам небольшой привела, как планировать, как приводится планирование по ознакомлению детей с русской праздничной культурой, осенние народные праздники. И здесь тоже все расписано. Это тоже только кусочек из этого плана. Дальше подробности уже можно будет посмотреть в самом пособии. Ну, опять же, цели задачи, что читать, какие игры использовать, какие музыкальные произведения, при этом можно с ними знакомиться, прослушивать или петь. И вот там дальше тоже еще целый ряд дополнительной информации есть. То есть это, ну, такой-то кладезь по подготовке к мероприятиям. Еще одно пособие. Патриотическое воспитание. Это уже для младших, переходим в школу, для младших классов. С первого по четвертый класс. Ну, вот это пособие поможет организовать занятия по патриотическому, гражданско-мравственно-патриотическому воспитанию, для учащихся младших классов. Предлагается ряд сценариев, которые охватывают самые разные аспекты, которые составляют понятие Родины. Это историко-патриотические мероприятия, акции в защиту природы родного края, это литературные вечера, посвященные там творчеству поэтов и писателей, это фольклорные праздники, то есть, ну, так вот, объединяет все, о чем мы до этого говорили, в одном пособии. Есть сценарии тематических классных часов и уроков, есть сценарии викторин, таких форм, как проведение разных праздников, организация ярмарок, прогулок по городу, на примере, по-моему, Воронежа или Курска. Ну, вот, естественно, это можно адаптировать под свои такие экскурсии или прогулки, из которых можно легко, кстати, сделать квесты, например, оффлайновые или онлайновые, виртуальные экскурсии и много-много другую еще полезную информацию здесь есть. Ну, вот такое вот пособие. Ну, и примеры, как дается описанием, я вам примерно чуть-чуть привела, вот есть исторические викторины, вот есть литературные прогулки по родному городу, и вот все это очень подробно расписано, поэтому тоже можно взять, посмотреть и воспользоваться. Для более старших возрастов методическое пособие для учителей общеобразовательных организаций называется «Крым в истории России». Ну, тоже такой вопрос, актуальный сегодня. Дается основные этапы исторического развития Крыма, как региона многоукладного, поликультурного, и особое внимание освещается, уделяется освещению исторических связей Крыма-России, их развитию на протяжении нескольких веков. Ну, в основном для учителей гуманитарного дисциплина, можно использовать и на уроках в качестве дополнительного источника и во внеклассной работе, и на основании этого тоже разрабатывать определенные, может быть, викторины, мероприятия, викторины, классные часы, занятия, квесты или что-то еще. Ну, вот обращаю ваше внимание, такое вот пособие тоже есть. Рабочая программа внеурочной деятельности для пятых-восьмых классов по литературе и историческому краеведению. Чем оно еще может быть интересно? Интересно самим предметом. Называется «Проектируем виртуальные экскурсии». Ну, понятно, что здесь рассматривается на примере литературы и краеведения, но тему же мы можем и поменять, а вот все остальное уже практически готово. Формы, шаблоны, таблицы, тематическое планирование. Есть информация о требованиях к планируемым результатам внеурочной деятельности, об эффективных педагогических технологиях, проведении разнообразных занятий, потому что вот в этом проектировании рассматриваются еще такие вопросы, как творческая мастерская или творческая лаборатория, индивидуальная коллективная проектная деятельность и многое-многое другое. Поэтому очень интересная программа. Посмотрите, тоже может быть что-то полезное для себя оттуда возьмете. и можно ее использовать и применять. Ну, еще вот такой источник, раз уж мы про Суворова сегодня говорили, наука побеждать для детей и взрослых. Это уже не методическое, а учебное пособие Летуновского, ориентировано на возраст подростковый 12+, и в качестве учебного пособия для факультативных занятий либо внеурочных занятий со старшеклассниками, среднеклассниками и старшеклассниками может быть использовано. Цель пособия – это нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. И в книге в доступной форме излагается Суворовская система управления собой и людьми, что тоже, в общем-то, сегодня это важно, как управлять собой. Ну, и вот после каждой главы есть еще вопросы для обсуждения. Тоже можно использовать при подготовке мероприятий. И, коллеги, наконец, последнее для совсем старших-старших-старших, даже не учащихся, а скорее для студентов и для взрослых. Учебно-методическое пособие в четырех частях Никонова называется «Понять Россию». Здесь я вам тоже по частям сделала выписку, а вот ссылка ведет на первую часть этого пособия. Потому что здесь очень много у нас бы получил и ссылок. Найдете одну, просто даже в поисковике, и он вам сразу потом, можно остальные части увидеть, он их в каталоге вам покажет. Перейти к одной, либо автор заглавия, или просто заглавия в поисковик, в библиошколе или в университетской библиотеке ввести. И он вам покажет все четыре части в каталоге. Что здесь интересного? Здесь приведена попытка обобщения уникального культурно-исторического, социального, экономического, политического опыта российской цивилизации, можно сказать, наверное. И от Древней Руси до Современной Российской Федерации. Год, обращаем внимание, 16-й. До современной имеется в виду до 16-го года. Для педагогов, особенно для преподавателей истории и общества знания. В первую очередь для студентов, ну и для всех, кто занимается вопросами истории, общества ведения и патриотического воспитания, тоже это методическое пособие будет полезным и интересным. здесь задействованы при подготовке этого пособия. Есть один очень интересный момент, который я вам сейчас тоже покажу на отдельном слайде. соответствует требованиям в ГОС общего образования, историко-культурного стандарта и комплексным результатам современного гуманитарного образования. Здесь все по-взрослому, все серьезно, все соотнесено. И вот что есть очень интересного в этом пособии, что может быть полезно вообще для всех. Есть два таких элемента, которые называются навигатор и методический конструктор. Они приводятся в каждой части, для каждой части отдельно. Есть шаблоны этих навигаторов и конструктора. И есть образцы, вот они по каждой части прямо заполнены. Это вообще уже готовый практически материал, готовая схема для работы с данным пособием. Опять же, можно взять за основу и разработать свой навигатор или свой методический, на основе своего методического конструктора, собрать свою схему, если вы пользуетесь, например, другими источниками. Но здесь вот подробно автор еще расписывает, как создается, что такое навигатор, что такое конструктор, как они создаются, на каких принципах действуют. То есть это подробное описание отдается к тому, чтобы самостоятельно можно было, например, по другим источникам, взяв эти элементы, и разработать. А можно, пользуясь этим четырехтомным пособием, здесь уже вообще все готово, все расписано. Навигатор позволяет сконструировать занятия практикоориентированное, организовать практическую работу как в аудитории, так и самостоятельно. И вот в методическом конструкторе, вот на слайде, там пять типов вопросов, которые обеспечивают такой подход многоуровневый, что ли, к анализу исторических источников и документов, и которые позволяют провести такое комплексное исследование с помощью вопросов и заданий. То есть на разных этапах используются разные типы вопросов. Как это делать? Автор тоже подробно в методических рекомендациях к этому конструктору он рассказывает. Еще очень интересно, там дается разбор кейсов на примере кейс-технологии. То есть что такое кейс-технология с точки зрения автора, и как этим пользоваться при работе с книгой. То есть здесь вообще задействована очень такая хорошая связка с самой книгой, с самим учебником, учебно-методическим пособием вот этим. И решен практически вопрос, вот когда у нас возникает, да, а вот какой бы здесь кейс придумать, а какой бы пример здесь привести. Вот сюжеты для, в навигаторе прям вот есть сюжеты для познавательных заданий, кейсов, эссе, проектов, дискуссий и так далее. Вот он их здесь кратко приводит, прям со ссылками на страницы, где эти сюжеты расположены в его учебном пособии. То есть практически уже все готово, бери и делай, что называется. Ну и в качестве вот такой отправной точки для собственных идей, как это можно оформить, здесь тоже вот очень интересный опыт. Посмотрите, интересные и очень полезные вещи вот этот навигатор и методические конструкторы. И это вот что касается методической литературы. Вот так по разным возрастам мы прошлись, и самое основное, я вам здесь такие основные пособия дала. Это, конечно, не все найти, там гораздо больше содержится в фонде, но это уже для начала хотя бы это. И по разделам. Ядро Нестерианы составляет литературу о Великой Отечественной войне. Ссылку здесь даю на библиошколу в университетской библиотеке онлайн. Там тоже есть этот раздел, можно будет его тоже посмотреть. И раздел о Великой Отечественной войне, здесь он занимает особое место. Здесь собраны самые интересные книги, посвященные этому периоду и подвигу советского народа. Здесь есть все про историю советского флота, авиации, про борьбу партизанских отрядов, воспоминания солдат и гражданских лиц, фронтовые письма, воспоминания, стратегии военачальников, литература по ключевым военным операциям, сражениям Великой Отечественной войны. Вот книги этого раздела как раз все эти и еще другие стороны борьбы с фашистскими захватчиками, они как раз и охватывают. Ну вот подразделы вы здесь видите, они приведены, и можно выбирать и смотреть, что там еще есть. Сюда включены издания различных издательств, в том числе изданные директ-медиа, и то, что издано директ-медиа в интернет-магазине, если есть необходимость, то можно приобрести, если не пользуемся, не оформляем подписку. Постоянно появляются новинки издательства о российском флоте, армии, военной истории о Великой Отечественной войне. И вот по литературные произведения и воспоминания, вот этот последний подраздел, он включает в себя и художественные произведения, есть очень много мемуаров, воспоминаний, есть поэзии, есть биографии. И коллекции в этом разделе тоже есть, но сюда включаются все, что касается тематики Великой Отечественной войны или историко-патриотического воспитания. Тоже можно посмотреть раздел коллекции и выбрать что-то оттуда. Но кроме Великой Отечественной войны были еще и другие военные события. Война 12-го года, интервенция 1612 года и русско-японская и другие военные действия. Вот это все собрано в разделе военная история России. Вот подразделы они здесь есть. Ну и то, что не попало в эти подразделы, оно находится в общем разделе военной истории России. Тоже можно посмотреть. И как видите, здесь тоже есть раздел литературные произведения и воспоминания. И, коллеги, тематические коллекции. Вот то, что я вам говорила. Есть военно-патриотическая библиотека Нестриана. И в самом низу, помните, я вам сказала, есть раздел тематические коллекции, на которые мы тоже можем перейти, если нам какой-то литературы не хватает, поискать там. На что рекомендуется обратить внимание при работе с тематическими коллекциями? Их очень много. Они разнообразные. Но вот на что имеет смысл обратить внимание? Смотрите, биографии и мемуары, раздел ЖЗЛ, полное собрание летописей, русская дипломатия, коллекции по военной истории и дипломатии. Вот я вам вот эти два раздела, которые в наибольшей степени, наверное, соответствуют тематике военно-патриотического, гражданско-патриотического воспитания, я их вам выделила, чтобы вы визуально даже могли в тематических коллекциях и найти. Военная история и история дипломатии и внешней политики. Вот эти два раздела можно посмотреть. Здесь очень много про взаимодействие с другими странами, например, и про военную историю еще дополнительные. Внутри вот это вот все, это тоже коллекции. Отсюда тоже можно перейти к большому количеству источников и что-то найти важное. Но имейте в виду, что тематические коллекции, они здесь более серьезные, на более старший возраст, конечно, рассчитаны. Поэтому если что-то для более младших учащихся применять, то какая-то адаптация все-таки потребуется. Не можем обойти вниманием и такой вопрос, который у нас на слайде вынесен. История Украины за и против, про и контра. Сделан в свете последних событий. Понятно, что вопросов на эту тему возникает очень много. И слухов, и спекуляций, и всего на свете. И поэтому литература, связанная с этим вопросом, была выделена в отдельный раздел. Какие подразделы сюда включены? Да, из библиошколы мы тоже можем перейти. Но понятно, что здесь все-таки был более тщательный отбор литературы именно для библиошколы, для университетской библиотеки онлайн. Там литературы гораздо больше. Какие подразделы сюда включены? Вы их видите на слайде. И по любому из этих подразделов можно найти литературу. Очень много литературы по истории Крыма, истории Малоруссии, Донецко-Криворужской республики. То есть все вот эти материалы, и не только последних лет, но и начиная с 20-х годов, можно здесь найти. Понятно, что 20-е годы и какая-то более дискуссионная литература, она будет находиться в университетской библиотеке онлайн, но что-то в библиошколу тоже включено. Естественно, был более тщательный отбор литературы в этот раздел. Как его найти? Тематические коллекции, история. Переходим в тематические коллекции из библиошколы. Раздел история. И вот в самом-самом низу открываются у вас подразделы будет идти вот этот раздел «История Украины». И из университетской библиотеки онлайн, где она находится там. Главная страница, сервисы, книжные коллекции. Переходим сюда. Попадаем в список наших коллекций. И вот почти на самом верху, она идет четвертая, по-моему, в разделе «Всемирная история». Она немножко внизу, поэтому придется чуть-чуть пролистнуть вот этот бегунок вниз. Будет тоже сидеть эта коллекция. Конечно, здесь литературы побольше включено. Ну и ссылка прямо на эту страницу я вам сюда, вернее, на тематические коллекции я вам сюда тоже поставила. А это ссылка на саму коллекцию «История Украины». Вот эта ссылка ведет на все тематические коллекции, а вот эта уже на конкретную страницу. Ну и, коллеги, везде есть предупреждение. Особенно вот здесь, это в университетской библиотеке онлайн актуально. Может представлять литература различные точки зрения. То есть какие-то совершенно противоположные, может быть, даже несколько резкие, радикальные, с одной и с другой стороны, они здесь могут быть представлены. Особенно это касается захода через университетскую библиотеку онлайн. Поэтому здесь нужно внимательно... Ну, потому что библиотека, она есть библиотека, и собираются разные теории, разные подходы, разные точки зрения. И здесь при знакомстве с литературой из этого раздела, конечно, потребуется и анализ текстов, и более внимательное отношение с тем, чтобы делать правильные выводы. Не просто «О, по названию что-то подходит», но и не открывая книгу «Давайте дадим нашим студентам или учащимся колледжа с ней знакомиться». Нет, здесь нужно открыть, посмотреть, прочитать. Самим сначала познакомиться с этим источником, прежде чем его рекомендовать. Потому что, ну, конечно, объективность требует того, чтобы были представлены разные точки зрения. Поэтому сразу это... Даже на самой странице вы это увидите. Вот здесь есть такой текст, да, что представлены очень разные иногда полярные точки зрения, и это нужно просто учитывать. Но то, что литература уже собрана в такой особый раздел, это уже огромная работа нашими библиографами была проделана. Ну, видимо, это по сегодняшнему дню это действительно может быть актуальным вопросом. Поэтому вот такая вещь. Такой раздел у нас тоже есть. На что еще хотелось бы обратить ваше внимание, коллеги. Помимо электронных и печатных изданий, у нас есть еще и аудиокниги по исторической тематике. Где их найти? Тоже в библиошколе и в университетской библиотеке онлайн. Здесь мы заходим в мультимедиа, раздел мультимедиа, выбираем аудиокниги, открываем и выбираем тему истории. Вот все, что связано с историей, там есть и по патриотической тематике, тоже можно найти литературу. И вот здесь можно уже пользоваться поисковиком, можно делать выборки, пользоваться фильтрами и можно что-то для себя подобрать по тематике истории. Здесь у меня просто открыты просто аудиокниги, они по умолчанию стоят с античной литературы, поэтому не обращайте внимания на Ильяду. Нужно кликнуть по истории, у нас откроется историческая тематика. В университетской библиотеке онлайн то же самое, мультимедиа, аудиокниги, история. И вот открываются наши издания, аудиоиздания. По выбранному разделу истории в университетской библиотеке более 200 наименований аудиоизданий. Это и учебная, и научно-популярная, и научная литература. Есть воспоминания участников событий. И разделы истории тоже имеют свои подразделы. История всемирной античности, отдельных стран, России и вспомогательные исторические дисциплины. Поэтому, если нас интересует патриотическое воспитание, мы выберем, наверное, историю России. И вспомогательные исторические дисциплины тоже можно посмотреть. Тоже можно использовать не только читать, но еще что-то прослушать, проанализировать, либо дать послушать. Либо на этом какую-то аудиторную работу выстраивать. А, еще один ресурс, коллеги, я вам тоже... Он у нас мелькнул в тематических коллекциях, но ссылочку я вам дам. Аудио тоже, аудиоколлекция есть. Коллекция аудиокниг, так и называется, прослушайте. В тематических коллекциях она прям самая первая идет. Что здесь есть интересного? Здесь дополнительный материал можно найти. Труды выдающихся историков, философов, важнейшие мемуары о сложных моментах в истории нашей страны и не только нашей страны. Есть книги по истории, религии, церкви, культурологии, биографии различных интересных личностей, исторические романы. Есть книги Мельгунова, Бердяева, Бердяева, Ефименко, Мережковский, Ильин, Лоский, кого там только нет. Есть разные путеводители, рассказывающие о разных странах и народах. То есть здесь достаточно обширная коллекция. Тоже ее возьмите себе на заметку, посмотрите, очень интересно. И много чего можно найти. По рекомендованным... По рекомендованным... Спасибо, Светлана. Еще один момент, на который я обращу ваше внимание, приближаясь к завершению. Раздел в Библиошколе, раздел ресурсы. И под раздел в меню выбираем рекомендованное Минпросвещение России. Здесь списки книг, перечень книг, утвержденных Министерством Просвещения. Разбивка идет по классам. Можно пользоваться, конечно, бумажными вариантами, а можно пользоваться прям вот этим списком, который привязан к фондам Библиошколы. Не только гражданско-патриотическая направленность. Я ее вам специально выделила. Вот слева в меню вы сможете ее найти. Она выделена отдельно. Там нет разбивки по классам. А вот здесь идет разбивка по классам. То есть для работы, даже если вы не подписчик, вы этим можете воспользоваться ресурсом. Это вот я вам показываю. Не подписчик. Видите, нет ни регистрации, ни входа, как бы свободный доступ. Вот это я вам и показываю. Списки. И можно перейти, если есть вот такой вот, стоит значочек, уголочек, можно перейти, уже открыть карточку этой книги. Ну и если вы являетесь подписчиком, то уже к полнотекстовому перейти прочтению. Если нет, то у вас просто будет как бы вся информация об этой книге. То же самое гражданско-патриотическая направленность выделена в отдельную тему. Тоже можно ее здесь найти. Вот такая связь с перечнем книг, она здесь есть. Поэтому можете воспользоваться сначала вот этим ресурсом, а потом что-то дополнительное посмотреть в неисториане можно наоборот. Сначала нашли что-то в неисториане, а потом, если у вас есть требование, что должно соответствовать строго только перечню книг утвержденных, вы можете этот список составить себе, списочек и заинтересовавших книг, и потом просто проверить по этому списку здесь, есть они или нет. И при открытии, ну вот на примере просто для литературы первого-четвертого класса вам покажу, если вот такой значочек стоит, вы открываете, у вас открывается информация о книге, обложка, заглавие, автор, год, и можно перейти, если по ней кликнуть, то можно перейти на карточку самой книги. Если есть аудиоформат, то он будет у вас вот таким значком тоже высвечиваться. Вот эта книга электронная, вот эта в аудиоформате. Если только аудиоформат, значит в аудиоформате. Сейчас идет наполнение этого перечня, вы видите, что не везде эти галочки еще пока есть, то есть книги уже есть, а галочек пока еще нет, идет привязка. Вот в данный момент, не покладая рук, наши разработчики мышек и клавиатуры, они делают вот эту привязку, и если есть аудиокниги, они их тоже сюда уже сразу подтягивают. Но это важно бывает при наличии детей с особенностями по здоровью. Кому не очень удобно читать, но могут прослушать, вот вы можете выбирать этот формат и рекомендовать, давать ссылки на аудиокниги. Так что работа здесь идет, постепенно галочки будут увеличиваться, в том числе и в разделе гражданско-патриотической направленности. Вот так выглядит этот раздел, и вот здесь уже, видите, пошла идет работа, вот уже первые галочки у нас появились, и можно к этим книгам тоже переходить. Вот, так что вот такая вот связка между Нестрианой и перечнем рекомендованных книг Министерством просвещения, она уже на сайте реализуется. И как, был вопрос, как получить доступ, да, как пользоваться библиотекой, вот что для этого нужно. Напоминаю, доступ к Нестриане с двух позиций, университетская библиотека онлайн или библиошкола, и мы попадаем здесь, выборка чуть поменьше, более тщательно проведена, да, здесь могут встречаться какие-то дискуссионные источники, это уже на более старший возраст, на студентов и на взрослых рассчитано. И если мы без подписки, просто вот, как я вам показывала, без регистрации, просто по фри доступу, я вот просто открываю библиошколу и пошла там в каталоге, это все вам будет доступно. Вы также сможете выбирать там книги, открывать, но по ссылке у вас откроется вот такая информация, карточка самой книги, автор, заглавие, предмет, год из данных, вся информация о книге есть, можно прочитать аннотацию, можно открыть содержание, вы его увидите, что там внутри книги, по заглавиям, по страницам перейти нельзя будет, и библиографическое описание, вот это тоже важно, потому что если нашли книгу, мы хотим ее посмотреть или хотим приобрести, вы можете воспользоваться библиографическим описанием, скопировать его себе и либо посмотреть, есть ли эта книга в интернет-магазине, в директ-медиа есть свой интернет-магазин, можно там посмотреть, если есть книга, можно приобрести, если вас интересует только она, например. И при свободном доступе у вас высветится вот такая информация, постраничный просмотр для данной книги недоступен, но хотя бы мы имеем представление о ней, то есть для первоначального такого поиска, поискового первого шага, этого уже достаточно. А дальше, если мы решаем воспользоваться ресурсом библиошколы, мы тогда уже переходим оплатить доступ, он всегда будет предлагать. То же самое в свободном доступе без регистрации для университетской библиотеки онлайн. Видите, он не предлагает нам прочитать, мы тоже видим всю информацию, тоже библиографическое описание, аннотация, содержание можно будет посмотреть, но в некоторых книгах есть, в некоторых книгах, в некоторых, ну, здесь отсутствует раздел. То есть также мы можем взять библиографическое описание и также посмотреть, например, в интернет-магазине, если нас заинтересовала только одна какая-то книга. А так он нам тоже будет предложать купить и пишет, что постраничный просмотр для данной книги недоступен. То есть полистать у нас ее не получится сделать. Вот такая особенность есть, да. Но для университетской библиотеки онлайн, если вы не являетесь подписчиком, подписчиком может стать только юридическое лицо, работа с библиотеками или с библиотеками учебных заведений, через них осуществляется подписка. А вот для библиошколы можно подписаться как юридическим, так и физическим лицам. Такая возможность есть. Поэтому подписывайтесь прямо на весь ресурс и вам будет доступно не только Нестриана, но и вся методическая литература, вообще весь сервис, весь ресурс, который есть в весь проект библиошколы. Там еще для образовательной деятельности много чего. Как доступ к Нестриане для физических лиц на портале библиошколы осуществить? Ссылку я вам сразу даю. Можно прямо перейти и почитать все условия. Опять же, выбираем пользователем. Она должна быть вот так вот беленькой, высвечиваться. подписка для физических лиц. И дальше он вам скажет, что и как нужно сделать, что ввести, если у вас аккаунт или нет у вас аккаунта, обязательно вот эту информацию прочитайте. Что для этого сделать, как завести аккаунт и так далее. Данные учетной записи, а если у вас нет учетной записи. Вот эта вот вся информация здесь расписана. Персональные данные, то есть поля заполняем и отправляем, как бы заявка автоматически отправляется на подписание. Срок подписки и стоимость подписки, она может меняться, естественно. Но пока вот так. Есть скидки, сейчас действуют. Это вот информация специально перед началом вебинара посмотрела, действующая на данный момент. То есть вы не обязательно подписываться на год. Если вас интересует вот конкретное время, например, три месяца этого достаточно, вот за 600 рублей, там 200 рублей в месяц можно подписаться. Можно, например, подписаться одному, скинуться двоим, как-то склачено. Но имейте в виду, что подписан будет только один человек. Вот на три месяца иногда этого достаточно для того, чтобы познакомиться хотя бы предварительно с каким-то, со всеми возможностями и принять уже дальше решение. Будем мы подписываться на более длительный срок как физическое лицо или подпишемся как организация. Для организации есть бесплатный тестовый доступ на один месяц. Опять же, подписка для организации внимательно читайте, беленьким должно высветиться название. И здесь тоже все условия расписаны и внизу еще. И вот тоже заполняем поля, нажимаем кнопочку «Отправить заявку». Можно попросить бесплатный тестовый доступ на один месяц и для всей организации, для всех сотрудников организации у вас такой доступ будет. Вы сможете пользоваться в течение месяца и Патриотическая библиотека, и всеми возможностями библиошколы вот как раз до принятия решения, будем ли мы оформлять дальше подписку. По стоимости для юридических лиц здесь зависит от... По ценам такого нет, как для физических лиц, потому что зависит от набора, на что мы подписываемся, как мы подписываемся, что мы включаем. То есть там идет такая индивидуальная комплектация для подписки, поэтому это уже в индивидуальном режиме решается с каждой организацией, насколько оформляем подписку, что туда будет включаться и так далее. Для университетской... Это вот для библиошколы. Для университетской библиотеки онлайн. Контакты в конце презентации, они есть на последнем слайде, поэтому презентацию скачивайте, и там они тоже все вам будут доступны. Для университетской библиотеки онлайн. Подписка только для юридических лиц, для физических лиц такого нет. Информация по вопросам сотрудничества, все вопросы, которые у вас возникают по поводу подписки организации, можно либо звонком, он бесплатный, вот по этому номеру, либо написать на почту manager.directmedia.ru. Есть два способа абонементной подписки на университетскую библиотеку онлайн, а доступ к историко-патриотической библиотеке, он автоматически есть у всех подписчиков университетской библиотеки онлайн. То есть подписываемся на университетскую библиотеку, и автоматически, и тематические коллекции, и историко-патриотическая библиотека, естественно, они будут доступны. И еще ряд сервисов. И есть два способа, безлимитный, и доступ, И лимитированный. Безлимитный предоставляется научным библиотекам вузов, публичным библиотекам. Не только вуз, но и публичные библиотеки тоже могут быть подписчиками. И библиотека получает неограниченный доступ по IP и индивидуальным аккаунтам. В вузах это для всех пользователей организации, а в публичных библиотеках по закупленным аккаунтам. В течение одного года безлимитный доступ к базовой коллекции и другим подписанным ресурсам. На что будет оформляться подписка? То, на что мы подписаны, оно становится цветным. Вот как мы смотрели, обложечки книг цветные. Если обложечка книги серенькая, черно-белая, то это значит, что мы на эту книгу не подписаны. Но есть такая фишка, о которой, к сожалению, даже не все подписчики у нас знают. Не все обращают на нее внимание, поэтому не все знают. Можно подписываться покнижно. То есть, если не обязательно на всю какую-то коллекцию, а вас интересует только одна или две книги из этой коллекции, вы можете на нее подписаться. Именно на эти книги. И они тогда будут включаться. Ну вот поэтому про стоимость это уже индивидуально с каждым... С менеджером нужно обсуждать этот вопрос. Нестриана доступна в полном объеме. Вот эта историко-патриотическая библиотека при оформлении базовой подписки на университетскую библиотеку онлайн. И есть еще режим лимитированного доступа. Это... Он предоставляется... Специально разработан для небольших организаций. Ну, не ВУЗ у нас и не публичная библиотека большая, а маленькая библиотечка или маленькое учебное заведение. В этом случае лимитированный доступ предоставляется по некоторым ресурсам. То есть здесь уже нужно, опять же, с менеджером этот вопрос обсуждать. Какие ресурсы вам необходимо получить информацию и ей воспользоваться. И бесплатный тестовый доступ для библиотек здесь тоже есть, но не месяц, а две недели. Но за две недели можно уже определиться и дальше уже вести разговор о выборе варианта доступа и тех ресурсах, на которые мы хотим подписаться. Вот для этого вот эти две недели и даются. С тем, чтобы определиться, что нам надо и в каком объеме. Ну, вот такие вот варианты есть доступа к историко-патриотической библиотеке и с портала библиошколы и с портала университетской библиотеки онлайн. Ну и самый крайний такой случай. Электронный каталог и просмотр карточки книжной, он доступен во фри доступе без любой регистрации. Поэтому вы спокойно его можете посмотреть, всю информацию о книге вы получаете. И дальше можно уже, например, провести закупку этих книг через интернет-магазин Директ Медиа. Если часть этой литературы есть там в продаже, вы можете купить вот этот материал. Но здесь многое связано. Не все, к сожалению, потому что здесь многое зависит от авторских прав, от условий договоров с издательствами, на условиях, в которых они предоставляют эту книгу для библиотеки. Где-то разрешается такая покупка-продаж, где-то только для библиотечного использования. Поэтому вот разные варианты. Но, по крайней мере, собрать... У вас уже есть подборка литературы по патриотической тематике, методической в том числе, и собрать вот такой список уже источников здесь вполне можно сделать абсолютно бесплатно. И, коллеги, на этом мы нашу встречу сегодня завершаем. Немножко долго я вам что-то про методическую литературу увлеклась немножко. Ну вот не забудьте скачать презентацию из вкладки файлы. Там все эти ссылки есть. Все они активны. И ими можно пользоваться уже самостоятельно. Посмотреть, полистать, выбрать, что-то посмотреть. В первом приближении. И такой вот пособий, можно сказать, путеводитель-навигатор по этому ресурсу я для вас сделала. Забирайте из вкладки файлы. И вся информация по... Дополнительная информация вот здесь на последнем слайде, она есть. Как зайти через библиошколу, через университетскую библиотеку онлайн. На главные страницы я вам тоже здесь это привожу. И контакты даю для связи. Юлия Викторовна, менеджер по работе со школьным порталом библиошкола. Вот ее контакты. Можно написать, задать вопросы. Можно позвонить по телефону. Вот два телефона я вам даю. Это про библиошколу. И вот этот общий звонок по вопросам подписки. И вот этот мейл общий, это для университетской библиотеки онлайн. Но про библиошколу тоже можно задать вопросы. Поэтому, вот, коллеги, все контакты у вас есть. Поэтому смотрите, пробуйте. Не забывайте про тестовый доступ. Он тоже есть. Можно попробовать взять тестовый доступ. Посмотреть уже полнотекстовые варианты. И после этого уже вести более предметные разговоры и принимать решения. Так что не забывайте пользоваться тестовыми доступами там, где они есть. Ну вот, коллеги, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу с вами закончим.